Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я Пашкевич Анна и мы говорим на такую тему, как выгонка лука на зеленое перо в домашних условиях. На сегодняшний день существует масса народных методов выращивания лука на перо. Это могут быть способы выращивания на подоконнике, на стеллажах с дополнительной подсветкой, в теплицах и во всех любых местах, которые позволяют получить готовую качественную продукцию. Известно, что лук выращенный в более северных регионах, в частности в условиях Беларуси, как правило, он радует нас дружными всходами, начиная с февраля месяца. Лук выращенный в более южных регионах, например, лук привезен к нам из Казахстана, Узбекистана, каких-либо украинских регионов, Краснодара. Он будет дружно выгоняться уже на начало осенних, зимних месяцев. То есть уже с конца октября можно спокойно высаживать этот лук и ожидать более дружных ростовых процессов. Для того, чтобы каким-либо образом активизировать северный лук, можно воспользоваться таким хорошим соединением, которое носит название гуматкалия. Необходимо приготовить раствор для замачивания, таким образом, чтобы он по цвету напоминал слабо заваренный чай, то есть такой едва коричневого оттенка. Этого будет достаточно для того, чтобы луковички почувствовали определенную мощь, силу и желание тронуться в рост одновременно. Помимо происхождения вашего выгоночного лука, необходимо обратить внимание и на его качество. Есть большая вероятность накопления различных поверхностных инфекций на кожуре лука, которую необходимо, конечно же, снимать. Для дезинфицирующих средств можно использовать различные недорогие и доступные всем средства. Например, готовить слабый раствор калий-марганец-О4 или марганцовки. Из такого расчета, чтобы он был едва розового оттенка. Также в качестве дезинфицирующего вещества можно использовать аптечную перекись водорода в 3% из расчета 1 столовая ложка на литр воды. Помимо этого можно использовать различные слабые растворы 1-2% растворы органических кислот, но, как правило, они слегка притормаживают рост овощных культур. Что касается продолжительности обеззараживания и замачивания лука, то он может быть от 6 до 12 часов. Второе, на что следует обратить внимание, это необходимость удаления верхней части луковицы для того, чтобы ускорить процессы прорастания. Как правило, лук, который мы не удаляем, не отрезаем верхушку от лука, у которого мы отрезаем верхушку, скорость прорастания, наступление, появление зеленого пера будет разница в 4-5 дней. Третье, на что стоит обратить внимание, это размер луковиц. Более крупные луковицы, как в моем случае, позволяют получать зеленое перо на протяжении 3-4 срезок. Более мелкие луковицы, которых у меня здесь нет, они, как правило, одноразового использования. Что касается грунтов, которые можно использовать в качестве выгоночных грунтов. Это могут быть различные опилочные материалы, это могут быть различные торфяные, кокосовые субстраты, также субстраты на основе агроперлита, вермикулита. Также могут быть использованы различные целлюлозные субстраты, например, туалетная бумага, размоченная в воде. Собственно, все, что будет способствовать укоренению будущего урожая в том лотке, в котором вы будете выгонять лук на перо. Также можно лук выгонять и на бессубстратной основе, на основе такой пассивной гидропоники, использовав обычный контейнер с высокими стенками от яиц, в которые идеально можно поместить 10 луковиц. И через вот эти ребра прочности, предварительно их отрезав, можно безболезненно доливать воду. Ни запаха, ни лишней влаги при таком способе выращивания не будет. Также необходимо помнить, если вы хотите употреблять лук ежедневно, и чтобы у вас было непрерывное отрастание зеленого пера, непрерывное поступление зеленого пера на стол, в блюдо, то необходимо высаживать лук на выгонку с интервалом в 4-6 дней. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это короткое видео было максимально полезным. Всего вам доброго! До новых встреч! Оставайтесь на канале про цветок и не забывайте ставить лайки!